местные китайцы татьяна анатольевна очки новые пипишь происходит такой жабы собак продавали или кошек продавали китайцы знают о пищи ребят всем привет привет мы сегодня собрались на рынок на обычный китайский рынок это что-то похоже как у нас в россии колхозный рынок ни разу на нем не были но мы в общем днем иногда заезжали да какие-то продукты мелкие покупали но полностью там никогда не втаривались и особенно весь кипиш происходит с утра все продукты подвозится с самого раннего утра все раскладывается и местные китайцы местное население вот так вот в общем втаривается он мужичок смотрите идет с рынка чуть взял себе продуктов и вообще рынок такой колоритный хотим поснимать все вот эти виды и дешевый самое главное дешевый продукты там покупать очень дешево закупим повседневную корзину примерно скажем так соотношение там дорого или дешево в основном закупаем продукты в китайском супермаркете и примерно раз в месяц ездим покупаем какие-то продукты в метро ну вот она этот рынок мы принципе ни разу так особо втариваться не входили только так что то есть и овощи купить зелень там всегда очень это все свежее а там принципе есть все можно купить и курицу и свинину гвядину овощи фрукты тофу я не знаю вообще все яйца да 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 крупы все можно взять и цены радуют потому что мы уже сравнивали цены супермаркетом и они отличаются все это погнали а с нами кстати татьяна анатольевна главный шопер главный шопер она будет в общем ходить на все смотреть и удивляться потому что там есть на что посмотреть очки новые ездили на рынок очков и даже не поснимали потому что главный оператор остался дома а вы собственно ребята уже дошли до рынка пока мы с вами болтали здесь очень большой трафик посмотрите сколько народу мотоциклов грузовики все что-то покупает там вообще посреди кипиш происходит такой в основном здесь фрукты дальше идут овощи и рыба мясо отдельно туда дальше в общем мы уже позавтракали скушали вот такую лапшу здесь всякие вот и дальний вокруг фона лягушки можно взять смотрите леток не лягушки а жабы на р.д. вологи так ладно давайте хватит грузить наша задача купить рыбы на р.д. дальше пошло мясо свинина здесь справа у нас рыба маленечко в общем пройдемся покажем вам здесь что творится то женщина в общем решат что покупать что 1260 все посетиться здесь мне нравится то что чистят порежу тебе надо фарш надо они тебе фарш покрутят дальше идем звенина вырезка вырезка 15 за полкилот ну примерно как носить жир продают а а еще кстати есть готовая продукция вот такие кабиночки они в общем там готовят куши курицу а кстати вы в курсе то что кости дороже чем вырезка но давайте вот узнаем 15 и аль так же так так же да мне короче ребра они дороже чем вырезка вот это где ребра они должны подороже 23 июня очень дорого у нас в два раза дешевле было китаем кости лучше ценится чем вырезка а я скажу почему китайцы знают толк в пище вот мясо которое рядом с косточкой оно намного вкуснее чем вырезка мясо лучше покупать в магазине там костей больше а это морская не знаю вообще мне по змей крабы лягушки отдал нажал короче рабики да мы специально заворачивает клешни чтобы они это не писали ищи палец а здесь можно купить козлятину баранину дошалки 38 юаней пол килограмма дорогая параллельно в россии тоже дорогая баранина будем делать как уходит грудинка вот 9 июня катя купила 3 грудки отдала 13 яйни как они мелко рубит курицу они его тушат там готовят с грибочками всяко разное голову ни в коем случае не выкидывается потому что это живой вес там уже есть она не ест это уже другой разговор вешается вместе с головой гусь да вот она такая она прям полностью чёрная 15 юаней обычная сайра 8 юаней полкилограмма а здесь смотрите готовая продукция маринованная продукция показываешь что ты хочешь корзину и она взвешивает ушки китайцы очень любят ушки пятачки все готовое просто подошел показал она тебе нарубала взвесила и вперед колбаска пожалуйста и вот эта вкусненькая колбаска натуральная да решили мы вернуться взять ушко смотри оно прям нормальное да я тебе говорю вон с жиром а это вообще без жира вот это нормально 40 юаней так же так же да ну мы лучше без жира взял потому что смотрите здесь срезан да вот этот жир а здесь посмотрите вон прям сало прям посмотрите вот это сало его прям тоже нарезают красиво порезать в общем 8 юаней до уха обошлось нам айна сейчас кинзы добавит здесь всякий соус это походу чесночный это острый это лук янтону в общем заявила желание попробовать кофе так же с таким же принципом вам пока потемнее пожелтее я не знаю давай такой и такой ок два стола на юаня да похоже даже приправлять надо то у нас здесь у нас здесь тоже готовая продукция один тофу всякий копченый вареный вот это мягкий тофу прям вообще мне кажется вот такой более привычный для России да если честно я бы не купила 15 юаней 15 юаней почему потому что как-то не чисто здесь по моему закупился немного так похоже для ресторанчика вот хотим такую рыбу купить мы уже ее готовили с детьми кушали очень вкусно здесь в общем смотрите продается живая за 25 юаней за полкилограмма мы сразу готовить ее не будем поэтому пойдем купим замороженную она намного дешевле сколько она стоит она стоит 15 юаней за полкилограмма вот видите на 10 юаней дешевле 25 юаней за две рыбки спасибо вам разделывать или не разделывать мы сказали что разделывать денег они вообще просто в принципе в руки не берут подошел отсканировал через телефон показал платежку и пошел удобно мы берем шашлыки 40 юаней отдали за такой пакетик в общем ребята ходим гуляем много всего но говядина практически нету вот один отдел продает говядину очень дорого на очень дорого и очень мало купили рыбы купили мясо плавно перемещаемся в крупы зелень и так далее о лапшу можно купить уже запаренная лапша представляете просто вымочены до взял и пошел она выбирают маленько возьмет сейчас пойдет домой булки посмотрите он все упакованы они готовятся все на пару до да смотри как персики булочки очень красивые как персики бананы стоит у нас 35 маленькие бананы лучше ценится 38 стоит они маленько чуть слаще чуть вкуснее насыщение вещи еще рынок фермеры все что они от выращивают сами они вот привозят вырастила допустим от яйца да там 7 штучек она их принесла продавать здесь за эти холодильники пошли в общем можно купить тоже готовую продукцию полуфабриката то есть всякие такие шарики крахмальные мясные вот здесь все такое маринованное действительно капуста вот вот эта капуста которую вы любите вода вода хорошая прям мягкая такая зеленая по краю они до саде сало копченого такое мы тоже не покупаем потому что она сильно перекопчена и сильно соленая потому что его добавляет в лапшу в общем такие блюда уже соль отдает блюду и копать все дают тоже блюда вкусненько в чистом виде это есть невозможно смотрите хотя наталья окра окра по вкусу вообще не похожи на перец но она немножко похожи отдален а здесь посмотрите отдел с вяленой рыбой запах такой устойчивый это мелкие креветочки какие-то корешки женщины что вы решили купить грибочки пожарить с ничком с картошечкой сделать погодали 80 за тебе лук важновато найти в китае здесь также а вообще-то он и могу дороже два раза дороже красного даже больше но вот неплохой лук попал картошка ребята плохая по 1 и 5 хорошая 2 ивань а 4 ивань а ребята пошел то лук горький огурец горький огурец а почему он горький его что едят горький а его готовят мне кажется о помидорочки красивые по 5 юаней за полкило брокколи смотрите сколько стоит 5 юаней да перец чили 5 юаней 2 с половиной юаня белокотянная обычная хорошая картошка если кому интересно обычная ничем не отличается кстати еще болгарский перец найти тоже не очень легко здесь вот наверное посмотрите один отдел с болгарским перцем и нарастает здесь даже вина и я не полкило мне кажется это дороговато добавок для болгарского перца яйца по 8 юаней вот такие как мы берем но у нас еще пока много яиц супермаркете подешевле же да в супермаркете где-то 650 вон мне кажется вот эти подешевле грязно да татьяна это который мы с тобой она должна пободрее сейчас нифига меня бабушка облавила я у нее короче спросил сколько яйца стоит она короче говорит 9 юаней я такой что-то дороговато да она говорит окей я тебе дам по 8 юаней типа спасибо я цену узнал дальше пошел посмотрите продукт то я продают именно таким способом видимо изготовил с утра продает молоко работает его и нянчится лук посмотрите здесь какой бодрый прям свежий да вот это 8 его не это 3 юани что покупаете кинза а он даже не стал взвешивать говорит 2 юаня здесь очень много овощей похоже на огурцы вот что это такое для нас вообще непонятно вот это вот это и вот здесь салат покупаем 3 юаня за полкило вот я заметила что продавцы вот здесь на рынке они не пытаются как-то обхитрить обвешать там еще что-то они наоборот всегда как-то и цену говорят там точно и так далее мы ребята плавно переместились с овощей фруктом яблоки груши 3 юаня 5 10 он смотрите апельсин 4 юаня мандарины зелененькие тоже непривычные для нас мы обычно привыкли видеть их такие желтые гранат не очень вкусные хотя мы покупали на море носили любич мы отдыхали в общем было такой гранат прям бледненький такой и был красный он немного подороже вот он прям то что надо да было я хочу тебе сказать что дети любят такой гранат и многие взрослые тоже у него прям сладкий вкус нету кислинки семечки тоже много-много сортов тоже есть сладкие и соленая если соленая ракет семечки у них такие крупные мелких семечек нету решили купить ананас здесь она поможет нам его начистить ананас достаточно сложно чистить она начищает домой приходишь просто чистой водой фильтра обмываешь можно кушать просто три с половиной юаней за полкилограмма все ребята мы закупились выходим с рынка и сейчас в общем подведем итоги на рынке мы не не обнаружили никакого трешака как многие говорят и пишут комментариях чтобы там собак продавали или кошек продавали этого здесь нету и многие спрашивают типа как вот там собачатиной там поснимай я это не вижу ребята поседневной жизни поэтому идти специально это искать как бы тоже нет желания у нас все вот это вышло ребята на сто семьдесят девять юаней мы купили фрукты овощи тофу даже взяли мясо рыбу взяли корзина получилась такая добротная в этой корзине не хватает колбасы хлеба да и масла а так все взяли на рынке всего много интересного меня конечно очень впечатлил рынок мясной и рыбный очень сильно удивил потому что тут же все разделывают тут же режут на кусочки все так много все свежие я вот чувствуется еще теплое конечно вот вокруг вот это вот все грязное но я думаю без этого никак разделать рыбу или и чтобы это было чисто невозможно я думаю что в конце наверно дня это все моется все убирается дочь до чисто потому что мух я не особо я видела там несколько мушек но я ожидала больше во первых мы не покупаем продукты каждое утро мы гораздо реже это все делаем здесь действительно можно купить все мы еще не смотрели крупы и масло и соусы разные все здесь продается вот но я часто покупаю здесь овощи и фрукты зелень беру здесь но мясо и рыбу мне кажется не чисто я в основном покупаю в метро или есть хороший магазин на тимоле вот такой у нас ребята получился поход по рынку я думаю что вам понравилось нам понравилось покажите как вам понравилось пальчиком вверх не забываем подписаться впереди интересное видео про китай и не только ради отпуск новая страна но всем пока все ребята мы уже собрали чемодан времени без 15 7 нам пора выходить перед выходом мы решили разбудить девочек мама каждое утро сколько находилась здесь будила девочек спит полина николь бабушка сегодня уезжает в общем не получается у нас проводить всем вместе до аэропорта татьяна анатольевна самолета так сказать вот что девочкам школу у вас самолет в 9 до 10 в 10 в общем надо 8 часов будете как минимум в аэропорту вот они уже сейчас выезжают время 7 короче вот такие прощания у нас нестандартные сегодня прощаемся дома и катя одна поедет все взяли проездные лет и паспорта ну все мы поехали давайте спасибо что приехали всегда всегда рад вашему визиту что еще добавить не знаю спасибо было клево с вами провести время вам есть чем добавить вообще не есть и одна из причин любить тебя даже шутки какие-то обидные про тещу вернее даже шутки даже говорят и это классно потому что в каждой шутке есть доля шутки сами сделаете привыкли блин бабушка заплетает их каждое утро куда нам налево-направо хорошо купили пельмешки не успеваем позавтракать не въехать будем сейчас на ходу завтра немножко гостинцам внукам немножко гостинцев мужу получился полный чемодан получился полный чемодан как и странно народу метро было очень много поэтому приехали мы с небольшим опозданием но на самолет успеваем все в порядке уже прошли регистрацию и сейчас уже мама идет на посадку да все мамочка прошло время прощаться в общем все нормально надеюсь получится у нас на новый год приехать декабре авось прилетим так хочу это не вчера вероника сказала что мы собрались ну а что сейчас открыли прямые рейсы до иркутска на несколько дней надолго не получится но на 5-7 счастливого пути счастливого полета и мягкой посадки пока привет все давай вот ребята общем проводили мы тещу и как-то хочу вам сказать как-то пустовато стало постоянно какой-то кипиш был она постоянно что-то хлопотала она прям вот не сидела вот если мы все-таки сидели дома то она что-нибудь тошила сейчас покажу вот ребят смотрите сделал мне пушок вот такую резинку на нее сделала удобно сейчас снимается почему sony не может придумать такую же фигню почему приходится делать какой-то колхоз можно кстати заплатить заплатить то в общем можно сделать патент на это устройство и спокойно продавать на таобау чумбы нет я кстати татьяне анатолий мне предложил гра давайте говорю вот это устройство говорю сами начнем сшить и продавать потому что я сел по поискать такую штучку на таобау нету есть защитное стеклышко максимум все а ветрозащиты для микрофонов нету в общем постоянно что-то ходила шила гладила девочек заплетала в общем и как только в квартире было прибрано все пошито все поделано ну что куда пойдем куда вы меня поведете в этот раз как то так было я говорю ну все мамуль пора уже прощаться она аж испугалась вот так сдрогнула бежали бежали да еле успели то чтобы еле успели я когда ее проводила еще час был до самолета все равно знаешь такое волнение вдруг не туда пойдет как бы человек не знает языка английский у нее она понимает по-английски но не говорит по-китайски тоже не говорит то есть ну как бы сам-то иногда можешь как бы в этой панике да что-то не туда пойти или что-то там это волнение но она уже позвонила из гонконга говорит мы приземлились все хорошо видео звонок сделано она пошла в транзитную зону там вай фай поймала хорошо что мама современная как бы такая и не так сильно переживательно в плане того что она хоть может вайфай не пропадет но она вчера установила языки на переводчики что если что спросить в гонконге все по-английски говорят чтобы спросить куда и что сейчас вот присылала фотографии она там обедала